Здесь лошадь, которую подарили Владимиру Владимировичу, и он понимает, как он осторожен. Есть же, да, там, допустим, адыгейский сыр, да, там, или там тульский пряник, а вот укорочается, это лошадь, как бренд. На ипотерапию не каждый жеребенок, не каждая лошадка может заниматься. Благодаря лошадкам страхи уходят и появляются другие интересы. Коник – это диагноз. Если он полюбился, это не лечится. Ничем не лечится. Все. У меня теперь нужна лошадь. Зачем мне машина, когда есть лошадь? Когда говорят о Кавказе, сразу на ум приходят кавказское гостеприимство, высокие горы, зажигательные танцы и, конечно, кони. Именно о лошадях, символе Кавказа, новый выпуск «Кавказ сегодня». Поехали! Кавказ – это красивая окрас такая, возле хвоста беленькая. А, это вот мы ее назвали цыганом. Это пега такая есть порода. Тоже карачаевская? Да. Ну, это, знаете как, в какое-то поколение была другая масть. Это карака, вот это вороная, это темно-гнидая масть, это гнидая. Ну, и вот вообще в карачаевском языке там порядка 50 с лишним названий вот этих мастей там. Ну, я вообще не встречал там, чтобы у какого-то народа было столько мастей. Это у нас мерено, вот в прокате у нас все мерено. Это вот мы их кастрируем, специально обучаем для верховой езды, чтобы, ну, иногда садятся и дети бывают, женщины, первый раз. Поэтому это спокойно. Чтобы все было в порядке с психикой и не агрессивно, правильно я понимаю? На ипотерапию не каждый жеребенок, не каждая лошадка может заниматься. То есть там должны быть такие спокойные, уравновешенные кони, которых уже видно с детства. Мы все разные, у нас у каждого разный характер, так и лошади. Вот они рождаются, и мы видим, один уже такой задорный, буйный, шкодный, другой такой, знаете, ну, как скажем, правильный такой, да, уравновешенный. Вот он, знаете, доверяет, начиная тебе с самого начала. Вот он родился, подходишь, бывает же, ребята прятаются, бывает сразу начинает, ему интересно начинает это общение с человеком. И вот это уже, знаете, такие первые показатели, что он может заниматься ипотерапией. Почему нельзя шуметь около лошадки, сзади, да? Потому что у нее очень много слепых зон. И когда она пугается, когда мы шумим, она просто подпрыгивает и начинает себя защищать, инстинкт самосохранения. Здесь, когда я подхожу, ему говорю, педагог, педагог, он понимает, что уже стою, я могу его взять за хвост. Тянуть, как хотите, вот так. То есть сзади можно обходить такой лошадкой, да? Вот этих лошадей, да, потому что у нас идут занятия здесь на крупе. Мы просим, чтобы дети доставали хвостик, тянули к себе. То есть вот он к этому понимает, что сейчас просто так надо. Другую лошадку так взять не получится. Привет, как тебя зовут? Добрый. Добрый? Добрый. Хорошее имя. Оправдывает свое имя? Мне кажется, это мое. Если вдруг какая-то не уверена, то и с него. Надо поворачивать направо. Налево. Как на машине? Хорошо. Поехали. Тормоз на себя. Тормоз на себя. Газ ногами. Поехали. В общем, через неделю можно на Питеворском ипподроме. Да, можно? На скачках, да? Да, там по воскресеньям скачки как раз. Здесь сейчас происходит... Можете чуть рассказать, что здесь такое? Соревнование Кубок России. Соответственно, как бы, да, вчера, наверное, сегодня международное соревнование. Мы приехали в качестве зрителей и в качестве спортсменов. Есть олимпийские виды спорта, например, такие как конкурс, выездка. А есть, скажем так, не олимпийские виды спорта. В данном случае сюда относятся пробеги. Это конные пробеги, значит, как бы испытание лошадей на различные дистанции. И все одненько, соответственно, тоже. Вчера была более сложная дистанция. Это было 160 километров, 120 километров и 100 километров. Старт был в 4 утра. Собственно, вот мой муж Николай Гоголь вчера победил. Класс, поздравляю. В дистанции 160 километров. Много вчера выпало лошадей из самого заезда? Ну... Из участников. И сколько всего заходило на старте? Если не ошибаюсь, вот где-то было вчера записано 60 пар. Из них максимум доехало пар 20. У нас, кстати, дистанция, два человека смогли закончить, завершить финиш. То есть у вас первое и второе место, получается, разделилось? У нас сейчас занимается 150 детей. Да, совершенно бесплатно. Знаете, мы когда открывались, когда мы планировали этот центр, почему именно выбрали вот здесь и синтуки, мы думали, что будет какой-то профиль такой направленный, и что дети, которые отдыхают здесь, в санаториях, которые приезжают в других городах России, и тут очень много санаториев, которые специализированы на эту работу, мы думали, ну, они будут заодно и как бы здесь проходить революбитацию. А когда мы узнали, что очень много детей, которые живут в семьях, конечно, мы были удивлены. Влад, расскажи, пожалуйста, говорят, что ты один из первых, кто очутился здесь, в центре ипотерапии. Можешь вспомнить свой первый раз, когда ты вообще садился на лошадь? Ну, я помню, когда я не мог сесть на лошадь, я с испугом боялся сесть, но сейчас нормально. Они эти такие у нас хорошие все, видите, крупные, такие все довольные. Это кони у нас, которые живут здесь как в санатории, потому что после занятий ипотерапии они потребляют большое количество вкусняшек, всяких разных, яблок, конфет. Дети приносят угощение? Обязательно после занятия угощения. Это, видите, он уже просит, что уже надо что-то ему дать. Это продолжение занятий. То есть надо поблагодарить доктора, сказать ему спасибо, а доктор, в свою очередь, наслаждается, что он поработал. На сегодняшний день такой небольшой бум в Карачаевске есть, более 50 тысяч лошадей. А с чем это связано, этот бум? Ну, во-первых, видимо, исторически это было, как бы, видимо, крови, там, да, лошади. Все. У меня теперь нужна лошадь. Зачем мне машина, когда есть лошадь? Арабская лошадь, она в том числе стала основой для выведения других пород именно в России, в том числе. Не только в России, что в мире существует три чистокрованных породы. Это арабская, охотокинская и чистокрованная английская. И арабская является улучшителем для многих других пород. Я думаю, карачаевцы с вами поспорили. Мы сказали, что еще есть карачаевская лошадь отдельная. Я вам скажу, вот лучше этой лошади нет для конного туризма, вот, потому что она даже некоторыми ветеринарными болезнями не болеет, инфекционными. Она неприходливая, очень выносливая, особенно в горах, ее равных нет там. То есть это ее родная среда, по сути? Да, это родная среда, потому что она, я же говорю, народная селекция, она выращена эти в горах там. Это здесь мы сейчас находимся тысяч 100 метров над уровнем моря, а вот в горах, там, да, или верховья Кубани, там, минимум полтора и выше там. Откуда у вас эта тяга к лошадям? Это же до принятия сана, до... Вы знаете, это было, знаете, детское такое хобби. Ну, не хобби, знаете, это такая болезнь. Ну, да, серьезно, знаете, коник это диагноз. Если она полюбилась, это не лечится. Ничем не лечится. Ну, вот в детстве, я, будучи городским жителем, жил в городе, и вот по картинкам, по фильмам настолько нравилось вот это такое грациожное животное. Все, когда их конюшни, я все их знал, приходили на рейд туда, помогали там работать, кидать навоз, чтобы после этого дали немножко покататься. Где хвост? Где хвост? Посмотри. Где хвост? Посмотри. Ника. Вот, молодец. Хорошо. Как давно Алеша уже занимается здесь, в центре ипотерапии? Да, мы первый раз узнали об этом центре еще в прошлом году. И благодаря вот этому манежу с весны, вот как потеплело, мы стали сюда ходить. Теперь нам погода не страшна, мы можем в любой момент это сделать. Вот, ходим мы сюда два раза в неделю. Я могу сказать, что ребенок раньше не трогал, вообще боялся лошадь, даже подойти. Вот, сегодня первый раз ездил сам. Какие-то изменения заметили? Ребенок стал намного спокойнее, ребенок стал любить животных, обращать на них внимание, хочет подойти к собаке, покормить ее, кошку, выпросил попугая. То есть, достаточно к животным появилась любовь, ну, колоссальная по сравнению с тем, что было. Ребенок очень сильно изменился, увидел мир. От любви к животным пойдем дальше. Откуда вообще возникла любовь к лошадям у вас? Не знаю, там, видимо, все-таки в крови, наверное, потому что, вот, я имею, иногда, вот, я же говорю, там, 100-120 было в одно время, сейчас голов 70, просто мне даже жалко. Они, как бы, вот, с точки зрения бизнеса, они убыточные. Лошадь еще в Карачаевском, вроде, как бренд, вот. Ежет, да, там, допустим, адыгейский сыр, да, там, или там, тульский пряник, а вот, укорочается, это лошадь, как бренд. Лошади в вашей жизни появились прям с самого детства или к какой-то момент это произошло? Лошадей я любила с самого детства, но учитывая, что я все-таки родилась и выросла в Москве, поэтому, как бы, там лошадей как таковых не было, ну, то есть, да, на улицах они уже не гуляют, но такая история, как бы, да, это животное, которое мне, естественно, нравилось с детства, потому что я ездила к бабушке в деревню, и там они всегда были. А потом вот уже чуть позже, там, плюс-минус порядка в 2000 году, мы построили конно-спортивный клуб, и вот после этого, как бы, да, у нас уже, так сказать, это такое влечение, которое переросло уже и в работу, собственно говоря, как бы, да, и в дело всей жизни. Как люди воспринимают, которые приезжают из других уголков России, может быть, иностранцы, когда они видят таких красавцев? Ну, они очень, во-первых, все ему лошади нравятся, ну, и я еще не видел, чтобы лошади кому-то не нравились, вот точно так, как собаки, да, там, это очень благородное животное, очень, ну, нельзя сказать, что у них интеллект, но очень умные животные там, ну, я думаю, что среди животных умнее лошади нет. Здесь лошадь, которую подарили Владимиру Владимировичу, сейчас находится, это палатиновый жеребец. Завораживающие впечатления производят, ну. Ну, по майсе причин. Да, по майсе. Ну, основная причина, понимаете, вот здесь непроизвольно, да, ты становишься, как вот, ну, вот в нем все, да, стать, походка, подводка, его же понимание собственной значимости, величия, и он понимает, как он хорош собой. У нас программа называется «Конь – символ Кавказа». Это верное утверждение? Да, это символ. Ну, почему-то до сих пор это орел, как бы, да, но я думаю, что лошадь, вообще само становление и вообще само движение вперед, как бы, все происходило на лошади. Все завоевание, вся история и русского народа, да, там, и Российской Федерации, начиная с Суворова, ну, ранее там, Македонск, только на лошади там было. Казаки на лошадях, горцы на лошадях. И сейчас, начиная от президента, все сейчас любители. Я вам тоже советую, чтобы вы были всегда на конец тоже, почаще приезжать, садиться на лошадь. Нахождение на природе – это вот здоровье, не только там, да, досуг, да и, прежде всего, здоровье. Поэтому все должны кататься на лошадях, вот мой совет всем. Приглашаете? Я приглашаю вас. Так что берегите себя, будьте здоровы и чтобы вы были всегда на коне. Поехали вместе! Привет! 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 Привет!